Друзья, приветствую вас всех на канале SaberShot. Приятно порой бывает отрываться от привычного амплуа и пробовать что-то новое. Локацию, конечно, поменять не всегда удается, но в следующем выпуске этой рубрики постараюсь сделать что-нибудь оригинальное. Что ж, сегодня мы пройдемся по новым местам Баку, которые я вам еще не показывал. Надеюсь, вам будет интересно. И еще хочу заверить вас заранее, что книги я выбирал рандомно, просто пролистывая комментарии. К слову, я ненавижу одежный шоппинг. Просто ненавижу искать новую одежду. Но вот книжный шоппинг – другое дело. Какое же это удовольствие прогуливаться меж книжных полок и искать ваши рекомендации среди них. Итак, поехали! На этот раз я снял иные места. Хотелось ознакомить вас с другими красотами нашего города. Повторюсь, путь наш будет пролегать практически через весь город. Прямо от места моей работы, то есть так называемого Белого города, до книжных магазинов. Нет, Белый город – это не тот самый Белград, а целая жилая часть города Баку с таким названием. Что ж, первое место, в которое мы пойдем, будет 28-й молл из прошлого ролика. Тогда он был закрыт из-за карантина, как вы помните. И поэтому мы не смогли попасть в один из магазинов сети Али и Нино. Ну вот, добро пожаловать! Здешний ассортимент всегда радует глаз обилием различных книг. Но сегодня мы пришли сюда за конкретной целью. Начнем мы список покупок с победителя нашего голосования, что проводилось в сообществе нашего канала. Кстати, искренне благодарю всех, кто принял в нем участие. И стартуем мы с Метро 2033 Дмитрия Алексеевича Глуховского. О, сколько же часов я провел за компом, играя в эту потрясающую игру. Точнее, серию игр. Кроме последней Экзодус, все остальные закрыл по несколько раз. Атмосфера, механика, прорисованность этой серии игр просто потрясающая. Особенно ее прохождение в стелс-режиме. Что ж, игра великолепная. Но очень интересно, каков на вкус сам оригинал. Ну, отведаем мы ее уже очень скоро. Также благодарю того, кто рекомендовал ее отдельно от голосования в сообществе. Арман Журасов. Спасибо большое. По поводу обложки самой книги тут и комментировать нечего. Обложка плотная, с интересным рисунком человека в противогазе. Судя по всему, это Артем. Белые, приятные на ощупь страницы. Одним словом, с виду книга шикарная. Такое предчувствие, что и самая история будет просто невероятной. Как и сказал, скоро это и проверим. Идем дальше. Перечитывал тут комментарии и наткнулся на очень годный совет. Следующей книгой в нашем списке будет книга «Аэропорт» Артура Хейли по совету пользователя по имени Алексея Фоминов. Отель этого же автора мне очень понравился за счет интересной истории, обилия сюжетных линий, переплетающихся меж собой и абсолютно непредсказуемой концовки. Все эти составляющие в комбинации создают некую гармонию, от чего и читаете легко. Алексей, благодарю за совет. Приятно будет ознакомиться и с этим произведением. Название книги односложное и, видимо, все будет в таком же стиле. По поводу обложки и самой книги ничего нового сказать не могу. Стандартная книга выпуска эксклюзивной классики. Но цветовая гамма, конечно, соответствует предыдущей книге «Отель». Я уже начинаю определять автора, лишь увидев цвет обложки. Идем дальше. Пользователь по имени Зефирус был так любезен, что посоветовал целых пять произведений за один раз. Но из этого списка две книги я уже прочел, одну забросил, одна в планах, а одну все-таки выберу прочитать. Забросил я собор Парижской Богоматери Виктора Дюго из-за очень нудного повествования, как я помню. Но в будущем, честно говоря, хочу вернуться к ней еще раз. Очень хочется прочитать «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя, но так как совсем недавно была его книга, оставлю ее на потом. А на сегодня выберу Джейн Эйр Шарлотта Бронте. Или Бронте, не знаю. Очень часто сталкивался с названием книги. Даже порой путался в том, кто автор, а кто героиня. Тот же случай с Мартином Иденом встречается. А по поводу самой книги, это та же самая эксклюзивная классика. Ничего нового. Зефирус, спасибо огромное за совет. И отдельное спасибо за поддержку канала. Такие активные подписчики, как вы, мотивируют меня снимать ролики сильнее всех остальных. Спасибо. Все, тут мы закончили. Отправляемся к другой точке. Эта местность называется Янжлик. Не Геланджик, чтоб не путали. Янжлик на азербайджанском означает молодость, что вполне соответствует духу этого места. Но лично для меня это такое место, от которого прямо веет Европой. Каждый раз, проходя здесь, прямо одухотворяюсь. Но книги мы не в озере брать будем, естественно, а в месте, что находится недалеко отсюда. Называется оно Янжлик Мол. Это еще один торговый центр. Этот и 28-й Мол мои самые любимые. Тут можно гулять часами, как город в городе. А что касается книжных магазинов, то тут их два. Один на первом этаже называется Лебраф. Вы с ним уже знакомы. А второй на четвертом. Алия Нино. И его вы знаете. Начнем с Алия Нино, ибо он гораздо меньше. Тут совмещены магазин Алия Нино и графика, в котором продают по большей части принадлежности для школы и игрушки. Но, увы, я не нашел тут нужные книги. Поэтому вскоре покинул это место и спустился в Лебраф. И вы только взгляните на эту красоту. Если у вас куча свободного времени, то отдыхать можно в таких местах. Берешь книгу с собой, покупаешь чашечку кофе и пьешь себе ни о чем не думая. Кайф. А теперь о книге. Я решил прислушаться к совету пользователя по имени Виктор Александров, который посоветовал мне взять Трое в лодке, не считая собаки. Джерема Кей Джерема. Не представляю, честно говоря, что в книге происходит. Почему-то только кадры из фильма Зов предков вспоминаю. Самого постера прямо. Как Бэк с героем Харрисона Форда вниз по реке плывут. Но мне совсем недавно младший брат как-то сказал, что даже такой фильм сняли. В нем еще Миронов снимался. Я загуглил и удивился, что раньше об этом фильме не слышал вообще. А так с названием книги сталкивался множество раз. Но прочитать никак руки не доходили. И опять же издательство Эксклюзивная классика. Уже третья по счету. Все тоже самое. Виктор Александров, благодарю вас за совет. И на десерт я припас книгу экранизацию, которую смотрел целое множество раз. Честно признаться, и о книге в принципе все слышал. Чем она отличается от фильма, в чем ее философия и так далее. Но очень хочется самому прочувствовать атмосферу этой вселенной. Ощутить всю пагубность одиночества, что испытывал герой книги и фильма. А что касается самой книги, то она в принципе ничем не примечательная. Обложка мягкая и с первого взгляда показал, что ламинированная. И особого такого восхищения не вызывает. Хотя в магазине была эта же книга, только в твердой обложке. Признаюсь, я взял ту, что подешевле. В общем и целом, выбор сделан и нет пути назад. Дмитриус Полиаркетос. Очень надеюсь, я правильно произнес имя. Спасибо за добрый совет. Нет сомнений в том, что я буду восхищен. Жди обзора. Ну вот и все. Выбор сделан. Книги приобретены. До конца года я должен прочитать их все. И плюс еще несколько завалящихся произведений. По поводу того, какую книгу я сейчас читаю, до сих пор «Приключения Тома Сойера» Марк Твен уже почти закончен. А что будет после нее, пусть будет сюрпризом в следующем выпуске. Так что до новых книг и друзья, читайте больше. Книги – это знание. Пока.